Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, практический психолог и телеведущая Наталья Холоденко. В этом видео хочу с вами обсудить тему лени. Но каждый из нас наверняка хотя бы раз в жизни испытывал чувство вины из-за того, что понимал, я сейчас ленюсь или я вот какое-то дело откладываю бесконечно на потом и вот никак не доделаю его до конца. Я хочу сказать, что все мы стремимся побороть лень, преодолеть лень. Мы даже начинаем себя ругать, ну давай уже сделай, доведи дело до конца, ну закончи его и забудем. Но все-таки, к сожалению, так многие дела остаются незаконченными, а мы себя так и продолжаем ругать. Я хочу сказать, что лень это не только наш враг, но еще наш друг, потому что лень может нам показать те проблемы, которые мы не осознаем. Первое. Лень это признак того, что человек переутомился. И в таком случае с ней бороться категорически нельзя, а нужно наоборот лечь и отлениться. Но вот лениться долго не получается, потому что если вы попробуете просто лежать или просто стоять и лениться, вы поймете, что долго это делать не получится. А вот если вы ленитесь и параллельно там заглядываете в фейсбук или смотрите телевизор, это вы уже не ленитесь, это вы так просто лениво проводите время. Поэтому лениться нужно осознанно. Это одно из правил преодоления лени. Сядьте, ляжьте, стойте и ленитесь. Осознанно ленитесь. И понимаете, в эту секунду сейчас я конкретно ленюсь. Затем, о чем еще может говорить лень? Конечно же, лень нам подсказывает, что мы вынуждены делать дело, которое делать нам не хочется. И в таком случае, что я предлагаю сделать? Либо кому-то это дело перепоручить, либо признать, что я его делать не собираюсь. Просто я это все равно пойму, только через две недели после того, как я сам про себя надумал кучу гадостей. Поэтому лучше признать это сейчас все. Не буду этого делать. Или это сделает кто-то другой. Или я с кем-то, кому-то сделаю услугу, а за это этот человек сделает услугу мне. Ну вот, например, я не належу гладить, поэтому я никогда не буду гладить, потому что если у меня будет стоять глажка, я буду каждый день думать, что это нужно сделать, и я это не сделаю. Поэтому я попрошу кого-то, кто мне поможет погладить, и сама либо заплачу, либо сделаю этому человеку тоже какой-то добрый знак взамен. Поэтому ленитесь, пожалуйста, с удовольствием, делайте только то, что вам нравится, и поверьте, это возможно. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!